Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала! Вас приветствует Алена Ариес, я таролог и психолог. В первую очередь, конечно же, от всей души благодарю всех вас за прекрасные позитивные комментарии, которые вы оставляете под моими видео, за многочисленные лайки, за то, что подписываетесь на мой канал и смотрите мои расклады. Мне очень и очень приятно, дорогие мои девочки. И сегодня у нас с вами такой очень интересный и именно важный, значимый расклад называется «Неожиданные перемены». Да, так иногда в жизни происходит, что мы планируем что-то одно, а жизнь преподносит нам с вами какие-то сюрпризы. И посмотрим мы сегодня, когда это будет, что за неожиданные перемены, собственно, и зачем вам эти перемены даны. Также, девочки, хочу вам сообщить важную новость о том, что я запустила 6 июля курс Таро. Успешно запустила, у меня уже есть ученики. Пока немного, но в принципе уже достаточно. Поэтому внизу в описании есть ссылочка для перехода. Можете перейти, почитать информацию о курсе Таро и присоединяйтесь к обучению. А также, девочки, еще очень важная информация. Вебинар 19 июня будет вебинар по курсу Таро. Если вдруг вы смотрите данное видео позже, 19 числа, то, значит, смотрите последние мои видео. Там будет ссылочка, то есть я буду постоянно проводить эти вебинары, на которых буду давать вам азы. То есть уже после вебинара вы сможете получать ответы от карт Таро. Даже без обучения. Кто захочет, тот, естественно, присоединится к обучению. Кто не захочет, уже какие-то азы вы получите. Поэтому присоединяйтесь, регистрируйтесь на вебинар. Буду очень рада. Первый вебинар пройдет 19 июня. Второй вебинар кому-то может быть удобно вечером, естественно, в 7 часов вечера по московскому времени. Это 19.00. Второй вебинар я планирую на 21 июня. Поэтому присоединяйтесь, кому в какой день удобно, собственно говоря. На следующей неделе также будут вебинары, поэтому следите. Под последними видео, естественно, я буду давать ссылочки на актуальные вебинары. Пока вебинары будут в такой направленности, как раз перейдите по ссылочке и почитайте, что будет дано на вебинаре. Потом я какой-то другой формат выберу вебинара. Что-то еще вам новое дам. Ну, пока, в общем, вот так. Сейчас, девочки, сосредоточьтесь на себе любимых. И выберите интуитивно ту колоду, которая вам нравится или которая у вас отзывается. Там моя замечательная трилогия, новая абсолютно. Это мистическое золотое таро, серебряное таро колдовское и таро ночи. Единственная колода, в которой есть ангел. Также, девочки, советы ангелов. Пока не вижу, куда я дело. А, вот они, советы ангелов. Вот из такой колоды я буду вам выкладывать. Замечательно. Все колоды новые. Поэтому выбирайте свою колоду и приступаем. Доня успела выбрать. Поставьте видео на паузу. Я начинаю, естественно, с первой колоды. Первая колода у нас сегодня это золотое таро. Сегодня у нас все в голубом цвете. Карты такие, кроме мистического таро, все остальные. Таро ночи синее. Колдовское таро голубое. И цифры у меня сегодня голубые. Цифры я сейчас у меня их много разных. И выбираю в соответствии со своим настроением и с темой расклада. Итак, для всех, кто выбрал. Да, девочки, забыла сказать вначале. Загадайте период. Временной период. Когда эти неожиданные перемены. Я вам скажу, когда они будут. Но все равно временной период. Какой-то там 3 месяца, полгода. Вы также можете загадать. Итак, какие же неожиданные перемены. То есть, первый вопрос. Какие неожиданные перемены произойдут в вашей жизни? Какие неожиданные перемены произойдут в вашей жизни? Потом дальше. Когда? Что конкретно будет и зачем? Итак, какие же неожиданные перемены произойдут в вашей жизни? Ой, девочки. Старший окон в солнце. Самая счастливая. Но одна из самых счастливых карт в колоде Таро. Эта карта говорит о том, что у вас будут какие-то счастливые перемены. Что это может быть по старшему аркану солнца? Это получение, скажем, долгожданного места работы. Это получение какого-то предложения очень интересного. Если вы хотите поменять место работы. Прямо такое предложение. Дело в том, что это карта богатства еще. То есть, не только счастливые перемены, но и карта богатства. То есть, именно улучшение материального положения. Поэтому, вот то место работы, которое вам предложат. Я сейчас, естественно, следующий вопрос у нас будет когда. Я вам скажу, когда. И это место работы будет, конечно, с хорошей зарплатой. Также, это улучшение ситуации с вашим бизнесом. То есть, увеличение прибыли. Увеличение количества клиентов. Для кого-то, возможно, это даже переход вашего бизнеса на какой-то другой уровень. Расширение бизнеса. Расширение бизнеса здесь по солнцу. И через сферу влияния. Может быть. То есть, расширение сферы влияния. Это клиент. Клиентская база. Вот. То есть, количество клиентов. И может быть расширение внутри вашего бизнеса. То есть, это могут быть какие-то дополнительные продукты, услуги, товары. То есть, партнерские отношения также по солнцу будут очень хорошими. Если вы хотите нанять кого-то в ваш бизнес, да, какого-то работника, то это будет ответственный работник, который принесет вам хорошую прибыль. Вот. Я как-то рассказывала в одном из видео, что когда нанимаете работника, обязательно прописывайте пункт, что он должен быть позитивным, должен любить людей. Потому что это очень важно. Хотя я знаю, со многими общаюсь, именно бизнес-леди. Вот. Потому что у меня в основном женская аудитория. Хотя есть и мужчины-бизнесмены, которые ко мне обращаются. Вот. И хочу сказать, что с поисками работников очень даже трудно. Вот. Ну, вот вам светит прямо счастливое, даже не звезда, а солнце, да. Счастливые солнечные лучи освещают ваш путь и вашу дорогу. Дальше, девочки, что еще здесь по старшему аркану солнца? Это еще поездки. То есть, если вы планировали, возможно, из-за мировой ситуации, да, из-за мирового карантина вы не могли куда-то выехать. Или, может быть, вы хотели, собирались на отдых куда-то, да. Вот здесь ситуация прояснится, и вы сможете реально поехать на отдых. То есть, откроются курорты, откроются пляжи. Вот. И вы сможете запланировать, приобрести путевку вот здесь вполне возможно. То есть, здесь какая-то поездка. Девочки, если планируете переезд куда-то, так же. Вот. Дальше, коснемся теперь личной жизни. Это прекрасные взаимоотношения с вашими друзьями, родственниками, улучшение взаимоотношений. Также, конечно же, и с вашими мужчинами, с вашими партнерами. Это улучшение взаимоотношений, это примирение, счастливое примирение. Причем, по старшему аркану солнца здесь все счастливое, все освещено такими сияющими лучами. То есть, это радость, счастье, удача, успех, удовольствие от жизни в целом. То есть, здесь все, все, абсолютно все, что вы планировали, все, что вы хотели, о чем вы думали, все получится. Вот. Переход отношений на новый, более серьезный уровень. Это помолвка, это предложение руки и сердца, это бракосочетание, это свадьба, это празднование. Может быть, праздник какой-то у вас намечается, точнее, не намечается. Мы говорим сейчас все-таки о неожиданных переменах, да. Но неожиданные перемены, девочки, они же не могут сами по себе, да. Может быть, вы о чем-то думали, о чем-то мечтали. Может быть, что-то планировали. Ну, как планировали, планировали, но думаете, получится, не получится, да. То есть, перемены действительно неожиданные, но перемены очень счастливые. Здесь могут быть также еще что. Какие-то крупные денежные выплаты. Покупка, продажа недвижимости. Ну, к примеру, не продавалась, не продавалась у вас какая-то недвижимость. Раз, и мгновенно все получится, и документы оформятся, и все. Оформление любых документов. Разрешение любой вашей ситуации, причем неожиданным образом, но именно в счастливую сторону. Если вы в поисках, в своей второй половинке, счастливое знакомство с перспективой брака, то есть, счастливое знакомство с мужчиной, с которым вы будете счастливы. Вот. Я еще уточню, потому что у нас еще много будет всего. Вот. Ну, то есть, вопросов еще будет много. Я еще что-то буду дополнять, уточнять. У нас здесь вот сейчас именно какие перемены. Мне хочется вот рассказать все, какие перемены неожиданные могут случиться в вашей жизни. Здесь именно перемены к лучшему. Понятно, что у вас у каждой будут свои какие-то перемены, да, вот из всего перечисленного мною. Вот. Но это обязательно будут счастливые перемены. Для кого-то, да, повышение в должности, девочки, конечно же, возможно, предложат новую должность какую-то. Получение наследства, получение выигрыша, потому что здесь, да, по солнцу идут какие-то увеличения прибыли или какие-то крупные деньги. А вот. Ну, а вот, что еще не сказала, девочки. Прекрасный период для зачатия, рождения деток и все вопросы, связанные с детьми по солнцу. По здоровью, девочки. Счастливое выздоровление, конечно же. Все время про здоровье забываю, хотя очень много девочек, которые спрашивают именно про здоровье. Дальше. Когда же эти счастливые перемены случатся в вашей жизни? Давайте посмотрим. Случатся они, во-первых, по рыцарю мечей. Это паш у нас. Паш мечей. В ближайший месяц или через месяц, скорее всего, да, то есть, ну, здесь приблизительно месяц. И получается, что либо какой-то ваш бывший мужчина появится, также с этим может быть связаны перемена в работе, перемена в бизнесе, да, то есть, какой-то вот мужчина. Не обязательно это мужчина, с которым были какие-то у вас отношения. Это может быть просто какой-то знакомый, скажем, бывший коллега по работе, бывший начальник предложит вдруг вам что-то. Или ваш нынешний начальник, потому что, повожу, конечно, это мужчина, который работает в каких-то официальных органах. Но мужчина молодой, младше 30 лет. Смотрите, если для личной жизни мужчина идет, то здесь, если вы значительно старше 30, то мужчина будет младше вас лет на 5-10. А вот если это начальник, то, скорее всего, да, мужчина где-то 30 лет. Вот, то есть, независимо от вашего возраста, если это работник, может быть, вам идет, или партнер по бизнесу, да, вот такой мужчина. Мужчина такой порывистый, такой непостоянный. Для личной жизни тоже может вам идти мужчина. Но то, что он порывистый, непостоянный, совершенно не говорит о том, что он не способен на глубокие чувства и не способен на серьезные взаимоотношения. Наоборот, очень даже способен. Поэтому, тем более, здесь у нас идет вопрос, когда, когда здесь выходит Паш Мечей. И Паш Мечей именно говорит, что через мужчину, или благодаря, или при помощи вот этого мужчины будут какие-то у вас перемены. Это мужчина, у которого темные волосы, темные глаза. Это цвет волос может быть темнорусый, темно-пепельный. То есть, ну, вот такие, любой оттенок темных волос, темно-каштановый. Здесь по Мечам может быть любой оттенок, ну, именно темных волос. Вот такой мужчина, самое главное, что он работает где-то в каких-то официальных органах, скорее всего. Вот через этого мужчину, или с его помощью, да, или он сам вам как-то будет способствовать вот этим переменам. Вот, будут вот такие перемены. Дальше. Что конкретно произойдет в вашей жизни благодаря этим переменам? Ой, какое-то торжество, девочки. То есть, вот больше из всех перемен я вижу здесь именно какое-то торжество. Праздник, свадьба, помолвка, знакомство. Знакомство может быть здесь как в реальности, так и в интернете. Здесь, получается, для знакомства вам идет какой-то мужчина, знакомый вам. То есть, мужчина из прошлого. То есть, это не новый какой-то мужчина, а какой-то из прошлого. Вот, поэтому здесь такие счастливые перемены. То есть, возможно, у вас сейчас, на данный момент, даже если вы в отношениях или в браке, может быть, отношения уже либо закончены, либо, может быть, какие-то непонятные, неудовлетворяющие вас отношения. И вполне возможно, что были у вас ранее, судя по картам, ранее были чувства к этому мужчине. И, может быть, ничего не получилось, ничего не сложилось. Вот он появится в вашей жизни в ближайший месяц или через месяц. Тут у вас все будет по-разному. Ну, то есть, где-то приблизительно. Потому что все-таки расклад общий, да, девочки. И имейте в виду, что я стараюсь на всех, естественно, ориентироваться. Поэтому у кого-то в течение месяца мужчина этот появится. А у кого-то вполне возможно через месяц. А вот, ну, тоже там небольшой период. То есть, у кого-то в первый месяц, у кого-то во второй. Вот. Так что имейте в виду, что, да, будет какой-то праздник, какие-то знакомства. Что тут еще? Партнерские по кубкам. Это какие-то партнерские отношения. Ну, праздновать вы здесь можете. И успех в бизнесе. И счастливое устройство на новую работу. Получение каких-то денег, каких-то выплат. То есть, вот, чтобы, собственно, что-то будете прям настолько будут неожиданные перемены. Настолько счастливыми. Что вы прямо будете это праздновать. Представляете? То есть, действительно будете отмечать. С вашими, не знаю, близкими, родными, с вашими друзьями. Здесь именно такая большая компания. То есть, действительно будете праздновать. Ну, и для некоторых вполне возможно, что здесь произойдет. Вот этот мужчина, который появится, да. Вполне возможно, что у некоторых из вас получится любовный треугольник. То есть, у вас будет двое мужчин, если вы в паре или в браке. Зачем вам эти перемены, собственно говоря? Зачем вам эти неожиданные перемены? Девочки, ну, здесь говорится именно о мужчине. Да, зачем вам эти перемены? Именно для того, чтобы вы были с этим мужчиной. Или в отношениях, или в партнерстве, собственно. То есть, иначе говоря, как бы карты здесь говорят, тем более старший аркан. Какие перемены, да. И выпадают, зачем вам эти перемены мужчина. Именно вот этот же самый мужчина, да. Это говорится в первую очередь о том, что как-то вот в вашей жизни не хватает такого мужчины. Даже если вы в паре или в браке. И, скажем, вы не собираетесь менять партнера. Он же может вам идти. И как начальник, да, к примеру, который предложит новую должность. И это вы будете отмечать. Вот. Либо это может быть как партнер по бизнесу. Это может быть новый коллега по работе. Ну, как знакомый вам раньше пересекались. И вдруг снова вы как-то вместе будете работать. Да, то есть коллега по работе. Который поможет вам продвинуться по карьерной лестнице. Либо просто вы с ним будете работать в тандеме, да. И вас будет радовать ваша работа. Вы достигнете больших результатов. Вот. Либо, я же говорю, это начальник, да. Который вас заметит. Который вас повысит. Или повысит вам зарплату. Это может быть также, если у вас покупка-продажа недвижимости. Человек, ну, то есть мужчина, который будет либо заниматься продажей, покупкой недвижимости. Либо, который будет заниматься оформлением документов. То есть здесь такое официальное, можно сказать. То есть для некоторых мужчина идет для личной жизни, а для некоторых как официальное лицо. То есть это может быть кто угодно. Врач, адвокат, юрист. Врач, кстати, может быть, да. Благодаря которому вы пойдете на выздоровление. Описание мужчины я дала. Либо это может быть и клиент, опять-таки, да. Клиент, который, ну, то есть такой значимый клиент, благодаря которому ваш бизнес выйдет вообще на новый уровень. То есть он привлечет вам какую-то аудиторию. Да, то есть много клиентов. И вы будете, то есть в любом случае вы здесь будете праздновать успех, да. А зачем, вот, получается, что вам нужен именно мужчина. Вот здесь, девочки, я вижу, честно говоря, больше именно на ментальном уровне. Вам нужна мужская энергетика. Вот независимо от того, в паре вы или в браке, возможно, что вам не хватает энергетики, которую дает ваш партнер или ваш муж. Такое очень часто бывает, потому что, ну, мы же все разные, да. И возможно, что ваш муж или ваш партнер, вашей энергией питаются, а обратно вам ее не дают. Вот, и вот здесь именно, получается, вам нужна сильная мужская энергия для продвижения вперед. И как раз появляется вот этот мужчина, дает вам эту энергию, и у вас происходят счастливые перемены в жизни. Итог этих счастливых перемен для вашей жизни. Давайте посмотрим. Ммм, ну, замечательные карты, девочки, ну, просто супер. Ну, как-то осторожничать вы с ним будете. Как-то вы его сразу в свою жизнь не сильно-то пустите. Ну, смотрите, что вам даст вот эта мужская энергетика, во-первых, да. Вы почувствуете себя женщиной. Вот для чего бы он вам не шел, этот мужчина. Для работы, для карьеры, для бизнеса, для переезда, там, еще для чего-то, да. Вот, вы в первую очередь почувствуете себя, вот, с появлением этого мужчины, именно женщиной, то есть женственной, чувственной. Так бывает иногда, что появляется в жизни мужчина, вот, просто по работе коллега, да, или, вот, как я говорю, партнер по бизнесу. И вот есть такие мужчины, как вот софт-мужчин, когда женщина начинает себя чувствовать в присутствии этого мужчины, даже занимаясь только делами, то есть только деловые встречи, именно женщина. Женщина с большой буквы. Вот здесь об этом. Дальше, еще какой итог. Вы почувствуете, что вы можете управлять ситуацией, то есть силу вы почувствуете по старшему органу силы, конечно же, вы почувствуете свою собственную силу. Вы почувствуете, что вы можете управлять собственной жизнью, что вы можете управлять ситуацией, хотя здесь перемены неожиданные, но они дадут вам вот это осознание, что вы хозяйка собственной жизни. Что у вас есть и сила характера, и сила для того, чтобы преодолеть любые препятствия, и сила для того, чтобы изменить свою жизнь так, как вам хочется, причем не важно в какой сфере, в личной ли жизни, да, изменить ситуацию, или в работе, в карьере, в бизнесе, по здоровью тоже вы ощутите силу, силу и энергию именно на выздоровление. Такие врачи, кстати, тоже есть, я в реальности их знаю, которые именно дают энергию для выздоровления. А это тоже, девочки, очень-очень многое значит. Я, конечно, больше, ну, вы понимаете, да, что мои расклады, они именно практически направленные, вот, то есть именно больше концентрируюсь на реальных действиях, на реальных событиях, вот. Но об этой энергетике, которая идет, да, они тоже нельзя забывать, это тоже очень важная составляющая жизни, потому что, когда нет энергии, ничего в жизни не происходит, ничего и не крутится. И деньги не приходят, когда человек обесточен, да, то есть не хватает энергии. А когда есть энергия, тогда прилип сил, желание, и все идет, и все идет, и кажется, деньги просто с неба сыпятся. И мужчины появляются, и отношения строятся, да, все как-то вот, все крутится тогда. Поэтому вот здесь, именно благодаря вот этому мужчине, вы прямо ощутите свою силу, потому что он даст вам вот эту вам необходимую мужскую энергию. Не ту, которую дают вам другие мужчины, а именно такую энергию для деятельности. Дальше, какой еще будет итог по двойке кубков? Ну, во-первых, для личной жизни, да, мужчина вполне возможно, то есть влюбленность, начало счастливых отношений, встречи, свидания. А для кого-то, возможно, это переход на другой уровень отношений с вашим мужчиной. То есть мужчина-то идет для всех, да, но для всех он в разных ситуациях, да, в разных сферах. Вот, и возможно, я говорю сейчас о переходе с вашим мужчиной, если вы в паре или в браке, на новый уровень отношений. Особенно, если вы в паре, это может быть предложение руки и сердца, это может быть помолвка. Да, кстати, сразу хочу, пока вспомнила, хочу сказать, для тех, кто зарегистрируется на вебинар, ссылочка внизу под видео, будет в подарок краткое значение всех арканов Таро, причем именно моя интерпретация карт. То есть я именно сама все там прописала, там, конечно, именно такая практическая направленность. То есть я же вам сказала, что те, кто пройдут вебинар, сразу уже смогут получать ответы от карт Таро, даже уже после вебинара. Дальше, что здесь еще? По личной жизни, собственно, сказала, помолвка, брак. В принципе, и свадьба может, но больше, конечно, помолвка. Вот, знакомства, встречи, свидания, вот, для работы и бизнеса. Это новая работа, да, или новая должность для кого-то. Это прекрасные отношения в коллективе. Это успех, это творчество, да, это прилив сил, энергии, желания, собственно. Не прям такое, конечно, как по жезлам, вот, но, по крайней мере, здесь все равно, в любом случае, вам захочется, захочется делать, захочется, то есть вы будете чувствовать очень комфортно себя на новом месте работы или на новой должности, потому что в коллективе будут прекрасные взаимоотношения. Именно взаимоотношения с людьми. Также, девочки, прекрасные здесь, благодаря ощущению, вами, своей собственной силы, улучшатся взаимоотношения со всеми людьми у вас. С родственниками, с друзьями, со знакомыми, с коллегами по работе. Дальше, здесь также выгодные партнерские отношения. Поэтому, вот, я говорила, что этот мужчина, для кого-то, может быть, идет как партнер по бизнесу, это выгодные отношения. То есть, можете вступать в партнерские отношения, это действительно благоприятно. По здоровью, да, также я уже говорила, что встретите врача, благодаря которому вы пойдете на выздоровление. По финансам. Вообще, мечи, вот здесь Паш мечей, король мечей, это, конечно, интеллект и денежные потоки. То есть, вот этот мужчина, он как будто бы вам открывает какую-то дверь. Какие-то и денежные потоки, да, и что-то связанное с обучением. Причем, не обязательно вы прям курсы какие-то будете проходить. Возможно, он вам откроет какие-то новые знания. Каким образом? Может быть, даст совет или что-то расскажет. Возможно, у него есть свой какой-то опыт ценный. Ну, и здесь еще в итоге, девочки, защитная позиция. То есть, в итоге вы как-то вот в раздумьях. Да, то есть, перемены прошли, счастье вы получили, счастливые перемены получили. Как бы все замечательно. И тут вы впадаете в какие-то раздумья и какую-то защитную позицию. Поэтому, конечно, здесь выложу еще карту. Посмотрим. Раздумья в связи с этими переменами, собственно. Ну, зря. Ну, то есть, вы будете пытаться просто проанализировать ситуацию. То есть, как бы затормозить ситуацию. Остановить, да, вот эти неожиданные перемены. Как-то притормозить. Потому что какие-то, ну, здесь выходят страхи какие-то. Да, то есть, слишком уж все хорошо. А мы люди очень часто, когда все чересчур хорошо, тоже как-то страхи появляются. И вот здесь, скорее всего, именно такая ситуация, что именно какие-то страхи активизируются. И пойдет анализ ситуации. Но перемены не остановятся. То есть, вот эти счастливые перемены, они закончатся. В итоге вы придете к успеху, увеличению прибыли. У кого-то действительно реально может быть переезд или поездка. Брак, свадьба. Да, возможно, вы перед самой свадьбой, тут помолвка, предложение руки и сердца, свадьба. И перед самой свадьбой вы вдруг закроетесь, задумаетесь, состоит ли она, да, ли, да. Или в каких-то других ситуациях. То есть, да, будет такой момент, что активизируются ваши страхи. И вы будете думать, слишком уж все хорошо. Нет ли здесь какого-то подвоха? Нет, девочки, здесь подвоха никакого нет. Действительно, реально счастливые перемены. Три старших аркана. Очень счастливые перемены. Поэтому принимайте. Не нужны вам страхи. Смело вступайте в новую счастливую жизнь. В новые счастливые отношения. Или, не знаю, если вы переезжать собрались, как в другой город, в другую страну. Или ехать куда-то. Зря вы боитесь, все будет замечательно. То есть, ничего не бойтесь. То есть, смело вперед. То есть, все, что я вот в начале, я очень долго перечисляла по старшему аркану солнца. Какие вас ждут перемены. Вот. И все эти перемены. Вот старший аркан колесницы подтверждает, что все эти перемены. Но здесь уже кульминация получается. Кульминация вот этих счастливых событий. Ну, и теперь карта совета от вашего ангела-хранителя. Потому что эти карты позволяют разговаривать именно с ангелом-хранителем. Конечно, у вас у каждого свой ангел-хранитель. И сейчас, девочки, поверьте, слышу их всех. И именно вот через карты, через эту колоду. Вот. И, естественно, совет вам от вашего ангела-хранителя. Конечно, на личных консультациях это будет личный, личный совет, да. Но здесь такой, скажем, обобщенный. Потому что я всех ангелов слышу. Итак, совет. Успех, девочки, успех. Успех вас ждет во всем. Абсолютно во всем. Счастливая, даже не звезда, да. Счастливые солнечные лучи. Ласкают вас. Переходите, девочки. Теперь в конец видео. Там, как всегда, еще будет карта на исполнение желаний. А я перехожу в следующие позиции. И следующий колодик. И вторая колода. Это у нас серебряная таро. Колдовское серебряное колдовское таро. Такая замечательная, тоже очень красивая колода. Тоже очень информативная. Для тех, кто загадал эту колоду. Посмотрим, какие же вас ждут неожиданные перемены. Какие вас ждут неожиданные перемены в вашей жизни. На всякий случай, загадайте период. От трех месяцев до полугода. Здесь я, конечно, скажу вам, когда. Но все равно, любой расклад, он должен быть ограничен каким-то периодом. То есть, мы можем, например, взять период до 10 лет. Но я никогда такие расклады не делаю. Потому что жизнь переменчива, как река. Все меняется. Мы всегда принимаем какие-то решения. Что-то в своей жизни меняем, естественно. Поэтому смысла нет раскладывать на 10 лет вперед. Да, регистрируйтесь на вебинар. И пока не забыла, в подарок будет краткое значение всех арканов. Таро именно моя интерпретация. То есть, так, как рассказываю я. То есть, именно акцент на позитив и позитивное событие. Поэтому регистрируйтесь на вебинар. Ссылочка внизу, в описании. Я вначале рассказывала. Если прослушали, послушайте. Вначале я про вебинар рассказывала. А еще почитайте. Вот по ссылочке перейдите и почитайте, что будет на вебинаре. Итак, какие же неожиданные события произойдут в вашей жизни? Девочки, это король Жезлов. Во-первых, король Жезлов говорит о каких-то быстрых, стремительных и очень успешных переменах. Во-вторых, король Жезлов говорит о том, что в вашей жизни, вернее, у вас лично будет прилив сил, энергии, желания. То есть, именно такие, не просто события, а именно вы почувствуете наполненность вот этой энергии. Энергия деятельная, энергия огненная, которая придаст вам сил. А когда есть энергия, тогда есть и желание естественное. А вот по королю Жезлов все-таки энергию вам придаст мужчина. Мужчина, у которого рыжие или белокурые волосы, светло-карие или серые глаза. Также, девочки, могут быть более темные волосы. То есть, не обязательно он должен быть светлым. Может быть, потемней. Но, все равно, в любом случае, цвет волос будет с рыжим, каштановым или медным отливом. То есть, с огненным отливом. Вот такой мужчина. Мужчина старше 35 лет. Всем он вам, скорее всего, идет для разных целей. Кому-то для работы. Это может быть ваш будущий начальник. Это может быть, ну, то есть, если вы в поисках работы. Мужчина, который вам предложит какое-то место работы, скажет. Ну, к примеру, какой-то ваш знакомый, который скажет, что у нас место работы такое классное освободилось, да, там какая-то должность. Приходи к нам работать. Так же, кто мечтает поменять работу, да, предложение по работе. Даже если вы не мечтаете поменять работу, все равно будет какое-то предложение по работе. Здесь мы говорим о неожиданных событиях. Но неожиданные события, девочки, они, скорее всего, не возникают на пустом месте. Либо, то есть, все равно из ваших мыслей. Либо вы о чем-то думаете, знаете, мы вот с вами иногда так думаем. Ой, а классно было бы, если бы вот так, да, классно было бы поменять работу там на какую-то. Ой, а классно было бы вот на этой должности поработать, да. Бывает такое, то есть, какие-то мысли. И потом вот эти вот мысли, кстати, вот эти мысли чаще всего, которые, а вот было бы классно, да. И если мы сразу эту мысль отпускаем, то очень часто вот эти мысли, они воплощаются в жизнь именно как ваши желания, да, то есть, исполняются. Потому что, почему они исполняются? Во-первых, мы думаем с такими эмоциями, ой, как бы было классно, да. И потом быстро отпускаем. То есть, если вы начинаете какую-то мысль усолить, то есть, сомнения там, а, наверное, это не получится, наверное, это не будет, то оно и не исполняется. А если вот такая быстро, вот, я думаю, многие из вас знают, и особенно, если пытались хоть чуть-чуть за своими мыслями следить, то именно вот такая мысль, которая вот мелькнула и исчезла, да, и больше вы о ней не думаете. Вот такие мысли очень часто воплощаются в жизнь. Это и есть неожиданные перемены. То есть, неожиданные перемены, они не откуда-то приходят к вам, а это вот такие быстрые мысли. Дальше, что тут еще по королю жезлов? Сила воли, конечно, у вас будет для того, чтобы все осуществить. Вот, контакт, я сказала уже, что мужчина какой-то, контакт с уважаемыми, высокопоставленными людьми. Вот, а также помощь от них. Так что имейте это в виду. Вот, то есть, действительно, помощь от какого-то высокопоставленного чиновника. Ну, вот по работе я уже сказала, что будет, скорее всего, какое-то предложение неожиданное. Может быть, новый проект какой-то. Может быть, новая должность. Дальше, по бизнесу, девочки. Также контакты с высокопоставленными людьми и помощь от них. Это могут быть какие-то новые контракты, договора. Это может быть ваш клиент будущий, ваш партнер, благодаря которому и появится этот мужчина неожиданно для вас. То есть, у вас есть какие-то мысли, да? Вы чего-то хотите, о чем-то думаете, мечтаете? А вот, ну, не знаете, скажем, как это, или там свой план у вас какой-то есть. А тут вдруг появится мужчина, и вот эти ваши вопросы какие-то, они закроются. То есть, решатся посредством вот этого мужчины. Дальше. Для личной жизни. Если вы в ожидании мужчины, вот вам мужчина, яркий, энергичный, целеустремленный. Мужчина, который всегда добивается своего в жизни, то есть, всегда добивается своих целей. Иногда идет даже напролом. Мужчина, который сначала делает, потом думает. То есть, да, такой быстрый. Но при этом очень хорошо, потому что это зачастую, это все-таки, тем более мужчина при высокой должности. Мужчины, которые способны на реальные шаги. Не просто на какие-то шаги, да? А именно быстрые какие-то шаги, решения. Вот, и зачастую вот по жезлам это именно мужчины, которых мы называем мужчины с большой буквы. Потому что они такие смелые. Да, может и свидание предложить, и там, я не знаю, добиваться может, и какие-то головокружительные поступки он умеет совершать. То есть, мужчина такой. И при этом это мужчина, у которого всегда есть деньги. То есть, он легко может их заработать и так же легко их может потратить. То есть, мужчина зачастую, вот эти мужчины зачастую живут на широкую ногу. То есть, много зарабатывают, но при этом много тратят. Дальше. Посмотрим, конечно, еще ответы на следующие вопросы. Вот, так что имейте в виду, для тех, кто в паре или браке, девочки здесь, либо у вас будет вспышка в отношениях, да, именно чувственность проявится в отношениях. То есть, больше страсти в отношениях будет. Либо могут быть прям такие быстрые перемены в отношениях. Ну, например, неожиданно мужчина вам подарит кольцо. Ну, вот здесь по королю жезла, скорее всего, это будет такое предложение пафосное, да. Там, подарит кольцо, встанет на одно колено. То есть, по жезлам это именно такое может быть предложение. Ну, или просто вспышка страсти, да, вдруг, вдруг страсть вспыхнет в ваших отношениях, если вы в браке. Если у вас 40 конфликт, расставание, разрыв или развод, то, скорее всего, мужчина будет проявлять очень активно позицию примирения, да. То есть, именно будет делать шаги для примирения. Также, девочки, для тех, кто в паре, в браке, у кого 40 конфликт, расставание, разрыв или развод, у вас тоже вот этот мужчина появится однозначно в жизни. А вот, но идет он вам всем именно в разные сферы. Кому-то для работы, кому-то как начальник, да, кому-то для бизнеса, а кому-то и для личной жизни вполне возможно. Но мужчина такой яркий, страстный, в принципе, его не остановит то, что вы замужем. Поэтому то, что вы в браке, в паре, там, или еще в других каких-то отношениях, не остановит его это. То есть, если он вам идет для личной жизни, то мужчину это не остановит. Он в любом случае, он всегда добивается своего. Кроме того, он прекрасный любовник. То есть, если вы счастливы в браке и разводиться не хотите, то вполне возможно, что у вас такой страстный любовник появится. Потому что это мужчина, который в любом случае, то есть, если вы ему понравились, он в любом случае вас добьется. Дальше. По поводу здоровья. Здоровье отличное, то есть перемены. Если вдруг у вас есть какие-то заболевания, то здесь перемены к лучшему. Отличное богатырское здоровье. Возможны небольшие проблемы с давлением или кровообращением. Но здесь как-то говорит, что просто нужно больше двигаться. Ну, кому-то, может быть, физические нагрузки будут благоприятные. Кому-то просто даже элементарно прогулки, ходьба, те же дыхательные практики. Тоже очень благоприятно. Ну что, посмотрим дальше, когда же, когда, девочки, в вашей жизни случатся эти замечательные перемены. По тузу мечей, девочки, для кого-то в течение ближайшего месяца, для кого-то через месяц. Кроме того, туз мечей говорит о том, что никаких препятствий не будет. То есть, перемены будут неожиданными. Почему? Туз мечей уберет все препятствия. А вот, и еще один момент, да, то есть, благодаря этому мужчине вы преодолеете все препятствия. То есть, то, что у вас раньше, может быть, не получалось. Или не реализовывалось, не исполнялось. Вот здесь все получится. Дальше, что конкретно произойдет в вашей жизни, благодаря вот этим переменам? Девочки, старший аркан-звезда. Говорит, правда, что медленно будут происходить перемены, хотя сам мужчина такой быстрый, активный, да. А вот, перемены будут происходить медленно, но перемены действительно счастливы. Это исполнение всех ваших желаний, мечтаний. Я же, я недаром рассказывала, что неожиданные перемены, это то, о чем вы мечтали. То есть, это в любом случае какие-то ваши мысли, которые мелькали у вас в голове, чего-то вы хотели. И это, конечно же, перемены к лучшему. Поэтому, это вот все, что я рассказала по королю жезлов. Это, здесь еще могу добавить, что если мужчина вам в жизнь идет, да, то перспектива брака по звезде, если вы хотите, конечно. То есть, если вы не в браке, а может быть вы в браке, но хотите другого мужчину. Много девушек ко мне обращаются на консультации именно с такими вопросами, что, находясь замужем, хотят другого мужчину, другого мужа. Именно, то есть, не просто мужчину, не любовника, да, а именно другого мужа и какие-то другие более счастливые отношения. Вот, поэтому вот здесь не важно, замужем вы в паре. Вот, здесь именно, если вы все-таки хотите именно личную жизнь свою поменять, то да. То есть, если мысли у вас такие мелькают в голове, то здесь, пожалуйста, да, мужчина, причем очень такой сильный, очень яркий, очень решительный. Вот, я думаю, что многие девушки мечтают именно о таком мужчине. Единственное, что вот эти мужчины, они не всегда подходят именно для брака. Но тут в силу возраста, то есть, смотрите, когда вот эти мужчины по жезлам, они молодые, они в основном только для любовных отношений идут или как любовники. Когда мужчина уже старше 35 лет, да, он все равно остепеняется, и он уже подходит реально, причем у него еще и запал вот этот огненный, он остается. И реально эти мужчины подходят уже именно для серьезных взаимоотношений, потому что здесь вот и по тузу мечей, в классической колоде, кстати, у туза мечей есть что? Колечко у туза мечей. А вот здесь в любом случае по тузу мечей успех, да, то есть, как бы лавры, лавры, цветы, да, то есть, как бы лавровый венок, цветы, но в разных колодах, по-разному изображен туз мечей. А вот, кроме того, я уже сказала, что туз мечей убирают преграды, и вы реально получаете все то, о чем мечтали. Либо продвижение вашего бизнеса, причем такое быстрое и неожиданное, да, либо новая работа, либо новая должность, либо счастливые перемены в отношениях, предложение руки и сердца, брак. Вот. Ну, имейте в виду, что старшая арка звезда, как бы то ни была карта медленная, то есть, перемены будут неожиданные, быстрые, в чем мужчина появится в вашей жизни. А все остальные перемены, которые я рассказала, они будут медленно идти, но все равно это не так долго, но не мгновенно, вот все прям раз и получится, да, вот. Но именно, то есть, получается, что на вот эти все перемены нужно какое-то время. Но начнутся перемены именно либо в течение ближайшего месяца, с момента просмотра, либо через месяц. Дальше. Зачем вам эти перемены? По тройке пентаклей, девочки. Здесь вообще очень здорово, хочу сказать, по тройке пентаклей. Именно для чего-то серьезного, именно для того, чтобы вы какие-то серьезные планы свои воплотили в жизнь. Это может быть что, по тройке пентаклей. Для чего вам эти перемены? Для создания семьи и брака. Для продвижения вашего бизнеса и увеличения прибыли. Для получения стабильной, хорошо оплачиваемой работы. Для раскрытия вашего потенциала, для раскрытия ваших творческих способностей. Потому что здесь же еще силу вы почувствуете. Силу творить, силу делать что-то. Так же это по тройке пентаклей. Какие-то партнерские отношения, но так же долгосрочные отношения, которые реально принесут увеличение прибыли. Брак, я сказала, замужество, укрепление, укрепление любых взаимоотношений. Вот зачем вам, собственно, эти счастливые перемены. Посмотрим итог этих счастливых перемен в вашей жизни. Ух ты! Ну вот даже хочу, честно говоря, еще одну карту. Будут медленно идти, смотрите, девочки. Ну, в итоге все будет замечательно. Сказала, в зала же хочу еще одну карту. Смотрите, итог ваших счастливых перемен. Старший Аркан Суд говорит о том, что действительно все перемены будут к лучшему. Действительно все у вас получится. Здесь по суду, конечно же, это и работа, и смена статуса. Вот я говорила о смене статуса по тузу мечей. И работа, новая работа, смена статуса, переезд по тузу, поездка, переезд. Что тут еще может быть? Смена статуса может быть и в бизнесе, да, выход бизнеса на какой-то новый уровень. Недвижимость еще здесь может быть по суду. То есть, возможно, действительно будут деньги, да, но здесь не наследство, имейте в виду, да. То есть, здесь деньги именно такие заработанные. Но покупка, продажа недвижимости может быть. То есть, вполне возможно, что вы поменяете работу, сможете приобрести жилье, к примеру. Ну, прям не сразу, да. Может быть, хотите взять кредит, но вам нужно, чтобы работа была более оплачиваемая. Может быть, получите новую должность. То есть, здесь может быть и кредит по суду, оформление каких-то документов. То есть, здесь покупка, продажа недвижимости и оформление любых документов. И смена статуса по суду. А также, девочки, конечно, будут препятствия. То есть, я вот сейчас вижу, что будут препятствия. Но смотрите, здесь вам светит просто счастливая звезда. И препятствия, то есть, вот здесь нет борьбы с вашей стороны в этой позиции, в итоге нет борьбы. То есть, это говорит о том, что препятствия будут, но вы не будете их преодолевать. Вам нужно для самого наилучшего развития событий, а тут действительно по десятке чаш. Конечно, это самое счастливое развитие событий, сейчас расскажу. Вам нужно просто отпустить ситуацию. То есть, ну, возникают какие-то препятствия, какие-то вопросы и задачи. Отпустите их. И, ну, именно вот с такой мыслью, что вот все разрешится, все будет хорошо. Но при этом я не говорю, что прям пускать все на самотек. Нет, конечно. Вы должны собрать весь свой интеллект. Возможно, даже обучение. Потому что здесь много интеллектуальных карт на самом деле. Может быть, даже и обучение. То есть, может быть, ваш начальник предложит вам обучение для повышения должности. То есть, вполне возможно. И это тоже как определенное препятствие будет. Но, иначе говоря, собрать весь свой интеллект. Или пройти обучение. Может быть, получить какие-то знания. Это же не обязательно обучение. Знания можно в интернете получить. Правильно? Именно для того, чтобы принять какое-то решение по данному вопросу. То есть, по тем вопросам, которые будут возникать. Но при всем при этом я хочу сказать, что большим... Ну, то есть, вы, конечно, будете собирать свой интеллект и принимать какое-то решение. И продумать, как решить данный вопрос или задачу. Но тут туз мечей говорит о том, что все препятствия, я и звезда, да, старшая арханцентра, да, все препятствия с вашей стороны будут устранены. Так, именно, вот какая-то неведомая сила. Не знаю, назовите, как хотите, во что вы верите. Высшие силы. Господь Бог. Вселенная, да. Или еще как-то по-другому. Ну, то есть, иначе говоря, просто вот невероятным образом будут из вашей жизни уходить вот эти препятствия. Но при всем при этом, если вы не будете на них зацикливаться. Если вы их будете отпускать. Отпускать именно на смысл. Все решаем. Все решаем. Это спокойно. Потому что я тут вижу, что переживание, я вижу, переживание из-за какой-то агрессивной женщины. Женщина, у которой темные волосы, темные глаза. Вот. И вполне возможно, вот эта женщина, она будет вам мешать достичь того, к чему вы идете. То есть, именно как препятствие выходит. И если вот вы позволите активизироваться вашим страхом и переживанием, вам сложно будет пройти эту ситуацию. И, то есть, она, понимаете, вот здесь по старшему аркану Папеса, как бы отделяет вас от вашего желанного. Да, поэтому вот здесь старший аркан Звезда говорит о том, что медленно будет происходить. Потому что будут препятствия. А вот. И вот эта женщина, я же говорю, если вы впадете в какую-то панику, активизируете, позволите активизироваться вашим страхом, то затянется ситуация, то есть, вы от своего желаемого будете на расстоянии какое-то время. Но потом, потом все разрешится. То есть, разрешится именно тогда, чем быстрее вы в ситуацию отпустите с этой женщиной, тем быстрее вы получите все желаемое. А вот. Что тут еще по поводу этой женщины? Совет. У вас есть умение налаживать любые взаимосвязи. Постарайтесь без конфликта, спокойно. Это опять-таки, это может быть женщина при должности, женщина начальник, женщина в каких-то официальных органах. То есть, это могут быть какие-то проверки, испытания в сочетании с судом. Постарайтесь с этой женщиной наладить взаимоотношения. У вас есть такие способности. Именно спокойно. Даже если она будет агрессивно на вас настроена, у вас есть способности для того, чтобы наладить с ней взаимоотношения. Дальше, девочки. Для личной жизни. Что здесь получается? Идет эта женщина как соперница. Но идет она как бывшая женщина или бывшая жена. Вот этого мужчины, который идет вам для личной жизни. Или вашего мужчины, с которым вы в паре или в браке. Какая-то бывшая женщина вдруг здесь активизируется. И вы будете... То есть, это не любовница. Это какая-то бывшая женщина активизируется. Может быть, не знаю, в подростковом возрасте у вашего мужа была любовь какая-то. И вдруг эта женщина появится. Не вижу я здесь измены никакой. Поэтому не выдумывайте себе никаких таких вещей. Да, я всегда говорю, не выдумывайте себе любовницы. И не выдумывайте себе соперницы. Да, она идет как соперница. Но, смотрите, она становится в позицию соперницы. Не становитесь вы. То есть, для самого наилучшего разрешения... Здесь разрешится ситуация. Для самого наилучшего разрешения ситуации с вашим мужем или с вашим мужчиной отстранитесь, наоборот, от этой ситуации. Ну, появилась какая-то женщина. В крайнем случае, вот я даже на личных консультациях девочкам, если вижу такие, ну, подобные ситуации, говорю. Отстранитесь, если бывшая активизируется, особенно если бывшая жена. Отстранитесь и скажите, вот, твоя бывшая жена, как бы, может быть, тебе лучше с ней отношения построить. Посмотри, как женщина хочет, как она старается. Хочешь, пожалуйста, я тебя как бы не держу, помашите ему ручкой. А вот, поверьте мне, что в этом случае, если вот всегда, 100%, если вы его отпускаете и отстраняетесь, он будет ваш на веке вечный. Если только вступите в борьбу, встанете так же в позицию борьбы или соперничества, все, можете считать, что вы эту битву проиграли. А вот. То есть, именно вот таким образом. С ней, в принципе, ну, хотите боритесь, хотите нет. Но я все-таки считаю, что, понимаете, от нее будет идти негативная энергия. Зачем вам в жизни какая-то, чья-то негативная энергия? Вообще она вам не нужна. Абсолютно. Поэтому не считаю я нужно вступать в прямую борьбу именно с ней. То есть, скажем, мужу или мужчине своему вы говорите одно, да, а с ней там в какой-то борьбе, в каком-то конфликте. Не вижу я в этом смысла, потому что это идет негативная энергия. Не нужна она вам в жизни. Вот. И еще, если это все-таки женщина идет вам для работы, карьеры, бизнеса, вот, именно агрессивная такая, может быть, клиентка, может быть, начальница, может быть, коллега по работе. Девочки, я учила вас уже, кстати, посмотрите видео «Загадай желание на улыбки». Тоже на него ссылочка есть внизу в описании. Вот. И где-то еще я рассказывала про улыбку анаконды. Вот. Не помню даже уже в каком видео. Вот. Так вот, когда в вашей жизни появляется какой-то агрессивный человек, не надо вступать в прямой конфликт. Никогда. Потому что человек для того и агрессирует, для того, чтобы подпитаться вашей энергией. То есть зачастую это вампиры, как мы их называем, да, энергетические вампиры. И им от вас и нужно, чтобы вы включились в этот конфликт. Тогда они подпитаются вашей энергией. Если вы в конфликт не включаетесь, то вы сохраняете свою энергию. Не отдаете ей ее. И вот поэтому я учила. Лучше всего помогает вот эта улыбка анаконды. Потому что если это начальница или даже коллега по работе, если вы будете улыбаться прямо, глядя ей в глаза, конечно, она может еще больше разозлиться. Не всегда это хорошо. То есть есть люди, которым вы можете улыбнуться прямо в глаза, если человек агрессирует, да. Хотя вот клиентка, если вы по-доброму, мило, с пониманием улыбнетесь, скажите, улыбнетесь и скажите, да, давайте мы сейчас с вами решим все ваши вопросы. Поверьте мне, она тут же смягчится, да. Ну и не всегда, естественно, вы можете улыбнуться прямо, глядя в глаза человеку. Поэтому именно я учу именно улыбки анаконды. Да, это когда вы улыбаетесь именно внутренне. То есть губы в улыбку не растягиваются, а улыбаетесь именно внутренне. То есть как бы улыбаетесь затылком, как будто бы у вас на затылке улыбка. И таким образом вы также сохраняете свою бесценную энергию, то есть не отдаете ее никому. Но при этом человек постепенно смягчается, потому что он не получает от вас желаемого. Как бы, да, вот при этом вы с открытой душой к человеку, да, с пониманием, естественно. Ну, в зависимости от ситуации. И вот в данном случае, да, как бы примите все советы, которые я вам даю. Ситуация, тем не менее, то есть все проблемы, вопросы, задачи, препятствия разрешатся при помощи высших сил, вселенной, да. И в итоге, в любом случае, смотрите, по итогу, то есть последняя карта, недаром я хотела еще одну карту. Это десятка чаш, где все разрешится, то есть все события закончатся, то есть итог счастливый. Получите вы ту работу, о которой мечтаете, либо по десятке чаш, это улучшение отношений, примирение, это свадьба, помолвка, это совместное проживание, это улучшение бизнеса, это прекрасные отношения в коллективе с вашими родными и близкими, это прекрасные отношения с детьми, прекрасный период для зачатия и рождения детей, а также для любых взаимоотношений, если, скажем, ваши дети не рядом с вами. Просто у меня буквально в последнее время было несколько девочек, которые работают в других странах и мечтают, конечно же, есть такие, которые в других городах работают, мечтают деток забрать к себе, да. То здесь прекрасное, счастливое разрешение любой ситуации. Так что принимайте эти неожиданные перемены и будьте счастливы. Ну и теперь совет из колоды ответы ангелов, да, именно совет вашего ангела-хранителя. Конечно, у вас ангел-хранитель у всех свой, но при этом я их слышу все, да, и как бы, естественно, что на личной консультации это был бы ответ лично вашего ангела-хранителя, а здесь, скажем, такой сборный ответ, да, из всех голосов ваших ангелов-хранителей. Итак, совет. Компромисс, девочки, компромисс. Вот совет ангела. Это вот по поводу вот этой агрессивной женщины. То есть пойдите на компромисс и будете у вас награждены. Вот такой совет ангела. На этом, дорогие мои, переходите в конец видео, там, как всегда, будет карта на исполнение желаний, а я перехожу к следующей позиции и к следующей колоде карты. И следующая колода у нас с вами, девочки, это прекрасная колода Таро ночи. Также очень красивая, информативная, вот, причем, да, она более тяжелая, не такая легкая, все остальные. У меня прям колоды сегодня такие расположены, то есть золотой Таро – это самая легкая колода, серебряная Таро чуть потяжелее, и это достаточно тяжелая колода, да, ну, энергетически я имею в виду, вот, но зато и события, которые она предсказывает, они такие более серьезные, что ли, да, то есть у этой колоды такой более серьезный подход. Да, кстати, регистрируйтесь на вебинар, ссылочка на вебинар внизу под видео, и получите в подарок краткое значение всех арканов Таро, именно в моей интерпретации. Потому что, девочки, многие спрашивают, а ваша ли эта интерпретация? Вот, ну, а те, кто присоединятся к обучению, именно приобретут курс Таро, естественно, получат все мои интерпретации, все, что собрано за много лет, все, что не просто собрано, девочки, а, естественно, я же свои интерпретации, то, что из практики, все это дописываю постоянно, естественно, потому что, ну, не знаю, конечно, как другие тарологи, но сколько я знаю таких тарологов, ну, как сказать, не люблю слова хороших, да, сколько я знаю тарологов, ну, по крайней мере, у которых я когда-то училась, да, они все ведут свои записи, обязательно, и постоянно, ежедневно дописывают те интерпретации, которые существуют у них, да, то есть собирают, как бы, из практики, вот, и у меня вот эти интерпретации именно вот так собраны, то есть я постоянно что-то дописывала, увидела что-то новое, да, почему я всегда вас спрошу в комментариях, напишите, как проигрывается та или иная позиция, я же анализирую, и иногда, особенно вот после личных консультаций, девочки дают тоже обратную связь, и я анализирую, да, и понимаю, ага, вот эта карта еще и вот так вот проигрывается, смотрю потом, как у других девочек, да, действительно, эта карта проигрывается еще и вот так, и вот это вот собранное просто годами, итак, смотрим, девочки, какие же неожиданные события произойдут в вашей жизни в ближайшее время, время, как я уже, я в других позициях говорила, загадайте, должно быть ограничено, где-то от трех месяцев до полугода, я отвечу на вопрос, когда, но все равно должно быть ограничено, то есть либо полугодом, либо одним годом, то есть каждый расклад должен быть ограничен каким-то временем, либо это может быть 5-10 лет, вот здесь для данного расклада, расклада это от трех месяцев до года, итак, неожиданные события в вашей жизни, девочки, ну это Паш Мечей, Паш Мечей в первую очередь открывает денежные потоки, естественно, правда здесь не сильно большие, то есть потому что это Паш не сильно большие денежные потоки, но все-таки. Дальше, девочки, еще по Паш Мечей, какие же неожиданные перемены вас ждут? Да, один момент, одну секунду, регистрируйтесь на вебинар, ссылочка внизу под этим видео, и на вебинаре получите подарок. Это краткое значение всех арканов Таро, именно в моей интерпретации. Дальше, по Пашу Мечей. Во-первых, это еще командировки, командировки и какие-то неожиданные поездки, кроме того, еще неожиданные перемены в работе. Что здесь может быть неожиданного? Связано с интеллектом что-то может быть, то есть какой-то проект неожиданно вам дадут, или наоборот завершат какой-то проект. Ну, то есть, здесь скорее начало, чем конец по Пашу, то есть начало какого-то проекта, какой-то новой деятельности. Перемены могут быть, девочки. Вот часто в практике проигрываются перемены по Пашу. Мечей это, например, смена начальства, смена руководства. Даже как-то девочки, ну, ни одной девочки предсказывала по Пашу именно смена названия организации. Ну, не полностью может название поменяться, например, поменяться там ООО на что-то другое, да. Или само название, там бывает одну букву меняют с какой-то целью. Вот, то есть, если вы в какой-то организации работаете, либо это реально могут быть перемены именно в работе. Вот здесь по Пашу Мечей, в принципе, девочки, может быть сокращение, может быть увольнение. Но здесь имейте в виду, что это только во благо. Тем более мы сейчас дальше посмотрим, я вам дальше расскажу. Что здесь еще могут быть? Какие-то неожиданные перемены. Какие-то мелкие конфликты, девочки, могут быть. А также, смотрите, что-то связанное с интеллектом и техникой. Может быть такое, ну, и для тех, кто работает, вдруг вас, грубо говоря, заставят работать в какой-то программе. Потому что здесь, конечно, связь, техника, интернет, вот, по Пашу Мечей. И, соответственно, да, может быть, могут быть какие-то нововведения. В программе вам в какой-то надо будет работать, да, именно в информационной. Может быть, какие-то отчеты делать через какую-то новую программу. Вот такие могут быть еще перемены. Вот. Что касается бизнеса, перенос бизнеса в интернет, вполне возможно, да, причем неожиданно резко вам придется это сделать. Вот. Или в интернете там еще что-то доделать, что-то сделать, еще добавить какую-то программу, что-то еще установить на ваш сайт. Вот. В общем, с этим может быть связано. Ну, и, конечно же, для личной жизни, девочки. Это мужчина, который младше 30 лет. Идет он вам всем. Независимо от того, в каком вы формате отношений. Дальше буду рассказывать по форматам отношений. Здесь нет. Здесь мужчина, у которого темные волосы и темные глаза. Скорее всего, служащий каких-то официальных органов. При этом он молодой и вряд ли при должности. Это может быть врач, юрист, адвокат, полицейский, военный. Ну, любые другие организации. Если это официальная организация, он может там быть даже, не знаю, секретарем. То есть, должность не важна. Важно именно то, что служащие, служащие, там, мэрии, администрации, да, министерства. Вот. То есть, именно каких-то официальных органов. Темные волосы могут быть любого оттенка. Это может быть и темно-русый, и темно-пепельный, и темно-каштановый, и, ну, любой абсолютно, темно-шоколадный. Вот. То есть, абсолютно любой оттенок темных волос. Мужчина такой порывистый, но при этом привыкший к порядку, такой интеллектуал, очень умный. Вот. И, ну, это может быть ваш помощник, скажем, да, или коллега по работе, или помощник какой-то, ну, скажем, новый придет, да. Но не могу сказать, что прям совсем новый. Почему? Вообще мужчина не новый. По мечам всегда идут какие-то люди из прошлого. Но при этом не обязательно, что у вас какие-то отношения раньше были с этим мужчиной. Здесь, может быть, просто знакомы вы были, как-то пересекались по работе, может быть. Может быть, еще как-то вы были знакомы. То есть, мужчину вы точно знаете. Вот. И может он вам, как я сказала, идти как для личной жизни, так и для работы, карьеры, бизнеса. То есть, может быть, помощник будет действительно. Может быть, вы решите для вашего бизнеса помощника взять. Ну, скажем, для работы в интернете, к примеру. Так, потому что здесь со связью, конечно, есть. Но это не обязательно, девочки. То есть, просто, может быть, какого-то помощника возьмете. Дальше. По личной жизни мужчина младше 30 лет. Поэтому, если вы тоже младше 30 лет, мужчина может быть вам ровесником. Ну, приблизительно ровесник. Но может также быть и чуть-чуть младше, чуть-чуть старше. Зависит от того, сколько вам лет. Если вы значительно старше 30, то мужчина, скорее всего, будет младше вас лет на 5-10. Ну, понятно, если вам 31, то мужчина все равно будет приблизительно вам ровесником. Если 32, то тоже. А вот если больше 40, то да, здесь может мужчина быть младше лет на 5-10. Ну, в общем, вот такой мужчина вам идет. Вот такие перемены. И неожиданно. Понимаете, он как-то неожиданно прямо ворвется в вашу жизнь. Прямо для вас вообще неожиданно, никак не предсказуемо. Дальше. Когда произойдут эти неожиданные перемены? И здесь по семерке жезлов. Во-первых, это перемены, о которых вы мечтали говорить. То есть, это какие-то ваши тайные желания, ваши тайные мечты, какие-то ваши какие-то иллюзии. Ну, то есть, то, о чем вы мечтали реально, но мечтали, скажем, в тайне где-то. А вот, произойдут эти перемены через 7 недель. 7 недель это у нас где-то 2 месяца. Ну, смотрите, девочки, учитывая, что вы у меня все разные, поэтому у кого-то в течение этих 7 недель будут перемены, а у кого-то перемены будут через 7 недель. То есть, еще где-то месяц. То есть, здесь 2 месяца, в общем, где-то либо в течение 2 месяцев, либо на третий месяц эти перемены у вас произойдут. Что конкретно произойдет в вашей жизни благодаря этим переменам? Посмотрим. Переживания у вас какие-то будут. Ну, здесь, да, здесь может быть увольнение, но напрасные. Переживания всегда напрасные, конечно же. То есть, могут быть переживания у вас в связи с этими переменами. Но переживания будут разные. Да, получится, не получится, сможете, не сможете, реализуется, не реализуется, благоприятно и неблагоприятно. Ну, в общем, такие терзания, да, можно сказать. Потому что здесь у вас, конечно, будет выбор. По тройке мечей, конечно, не такой прям выбор, как по двойке, да. Но по тройке здесь будут какие-то предложения. То есть, смотрите, даже если это будет увольнение с работы или сокращение. Имейте в виду, что предложение точно будет по работе. Поэтому, но сомнения, вот эти терзания, переживания. А получится, не получится, смогу, не смогу, будет, не будет, да. Но зачастую. Поэтому приходите на вебинар для того, чтобы вы сами уже могли себе помочь. И уже после вебинара даже вы сможете получать короткие ответы на свои вопросы. Ну, конкретные, зато четкие и конкретные. И советы от карт. То есть, именно этому уже я научу вас на вебинаре. Ну, а кто захочет учиться дальше, присоединитесь к обучению. Потому что курс Таро тоже создан. Ученики у меня уже есть, уже занимаются, изучают. Я этому, конечно, безумно рада. А вот, дальше, девочки, зачем вам, собственно, эти перемены? Для чего? По двойке мечей. Тоже, тут же двойка мечей, да. Для выбора. Для того, чтобы вы... Ну, по-другому говоря, вот из сочетания карт. Для того, чтобы вы изменили свою жизнь, наконец-то, туда, куда вы хотите, вот те мечты, иллюзии, которые вы держите в тайне, да. А почему вы их в тайне держите? Да потому что не уверены, что это реально у вас может воплотиться в жизнь. Именно поэтому держите вы их в тайне. Вот. А здесь, получается, жизнь, судьба, вселенная, я не знаю, как хотите, высшие силы, получается, дают вам эти перемены неожиданные. Ну, практически, вот, подталкивают вас к переменам. К переменам в жизни. Именно для того, чтобы вы приняли, наконец-то, то решение, которое изменит вашу жизнь к лучшему. Дальше смотрим, девочки. Борьба тут еще. По семерке жезлов, девочки, здесь еще и борьба, да. Для того, чтобы вы боролись, для того, чтобы вы достигали того, чего вы хотите, собственно говоря. Итог. Смотрим. Итог данных перемен. Интересно. Счастливая. Счастливая. Ничего себе. Счастливая полоса в вашей жизни. Еще одну карту хочу. Шестерка мечей. Наверное, еще одну. Ангел. А, нет. Туз Пентакли, девочки. Туз Пентакли. Ну, смотрите, рассказываю вам теперь итог данных перемен. Я же говорю, эта судьба вас подталкивает к тому, чего вы, в принципе, хотите, но не решаетесь. И здесь подталкивает вас, то есть, в принципе, получается, жизнь вас ставит в такую ситуацию, чтобы вам некуда было деваться. Чтобы вы, наконец-то, приняли решение и добились того, к чему стремитесь, чего хотите. Вот. Часто так бывает. И это, конечно, девочки, можно объяснить именно действиями высших сил, а можно объяснить вашим личным подсознанием, потому что вы втайне чего-то хотите. Эти мысли, они все равно записываются в ваше подсознание, и потом в итоге ваше подсознание толкает вас на определенные действия, вынуждая вас принять то или иное решение, совершить тот или иной поступок. Ну, и итог теперь смотрим. Так. Про личную жизнь. Давайте, наверное, итог буду рассказывать все-таки по разным сферам. И начну с личной жизни. Смотрите. Да, идет вам мужчина из прошлого. Что я тут вижу? Сразу. Счастливые отношения. Старший Аркан Мир. Это новая, счастливая полоса вашей жизни, которая наступит благодаря вот этому мужчине. И здесь, смотрите, да, во-первых, для личной жизни мужчина вам идет с большими перспективами. То есть вот здесь, по тузу Пентакли, дальше, я вижу именно стабильные, серьезные взаимоотношения с перспективой брака. Вот. Но это, естественно, для тех, кто одинок. В первую очередь, да, для тех, кто, у кого 40, конфликт, расставание, разрыв или развод, девочки, примирение. Конечно же, здесь примирение с вашим мужчиной. Либо, вот, ориентируйтесь на описание мужчины, да, если описание не совпадает, то, может быть, это будет какой-то мужчина из прошлого, с которым вы начнете новые отношения, счастливые отношения с перспективой брака. Либо, может быть, примирение, то есть, если описание к вашему мужчине подходит, это может быть примирение с вашим мужчиной и переход на новый, более серьезный уровень отношений. В принципе, по миру это даже может быть, особенно для тех, кто в паре, это может быть предложение руки и сердца. И брак, естественно, брак, свадьба. То есть, наступит новая, более счастливая полоса в вашей жизни. И причем, благодаря этому мужчине, либо вы с ним начнете отношения с этим мужчиной, либо появление вот этого мужчины, какого-то из прошлого, подтолкнет вашего мужчину, с которым вы в паре, к более серьезным и решительным действиям. Если вы в браке, в любом, то все равно, все равно ваши отношения с вашим мужем, либо, если они пришли к логическому завершению, вы начнете новые отношения, либо наладятся отношения с вашим мужем, потому что появление вот этого мужчины из прошлого, его подтолкнет, то есть, он начнет по-другому на вас смотреть и оценить, то есть, оценит, заметит, то есть, ну, вот, изменить свое отношение к вам. Вот. Если у вас, вот здесь хочу сказать, еще если роман на расстоянии, девочки, приедет, ваш мужчина, с которым у вас роман на расстоянии, это будет такая счастливая встреча. Вот. Но здесь что еще возможно? Если у вас роман на расстоянии, вот здесь хочу сразу договорить до конца, больше уже не буду к этому возвращаться. А я вижу ваш переезд к нему попозже. Вот. И помогать вам будет какая-то женщина огненная, да, то есть, такой огненный цвет волос. Ну, это рыжие, белокурые волосы, да, либо с огненным отливом. То есть, могут быть и темные, и с огненным отливом. Такая женщина яркая. Но здесь она вам идет именно как помощница. Учитывая вот при сочетании этих карт, как-то вам будет помогать. Помогать, может быть, советовать. Вот. Слышу, что некоторые девочки подумали, что это я. Нет. Потому что бывает такое, что у некоторых девочек я выхожу в раскладе как помощница. Нет, это не я, потому что я, да, я огненная, поздно, козыряка. Вот. И четко у меня проигрывается стихия огня. Да. Но при этом у меня не такой цвет волос. Поэтому это не я. В вашей жизни это еще какая-то женщина будет. Имейте в виду, что вот именно женщина будет помогать вам как-то вот переехать к этому мужчине. Давайте сразу же расскажу для всех форматов отношений и пойду дальше на другие сферы. Если вы одиноки, да, вот этот мужчина из прошлого, серьезные отношения, перемены в вашей жизни. Да, тут есть какая-то женщина, но это не соперница. Женщина, которая как-то вам будет помогать. Возможно, с этой женщиной вы куда-то поедете. Возможно, она вас подтолкнет своим советом, поддержкой. Каким-то более серьезным. Тем более женщина старше 35 лет. Каким-то взаимоотношениям с этим мужчиной, может быть, к более серьезным, к более доверительным. Женщина здесь выходит как помощница. Еще один момент, девочки. Может быть, здесь женщина соперница, но это нужно в первую очередь рассматривать только на личных раскладах. Тогда я вам скажу точно, соперница она или нет. Потому что у вас в своих ситуациях разные. Может быть, соперница, но не любовница. Имейте в виду. То есть не выдумывайте себе любовниц. Почему? Потому что может, то есть у вас отношения хорошие, все прекрасно, замечательно. Переход отношений на новый, более серьезный уровень. Какая-то поездка или переезд к мужчине, начало совместного проживания или брак. Вот что здесь в итоге. И женщина это выходит. Да, возможно, какая-то женщина будет проявлять интерес к вашему мужчине, пытаться его добиться. Но это подтолкнет вас к более активным действиям. То есть либо к тому, что вы переедете к мужчине быстрее, либо к тому, что вы согласитесь выйти за него замуж. Но учитывая, что он откуда-то приедет, вот этот мужчина из прошлого, я думаю, что все-таки переезд к нему вот здесь я больше вижу. Вот, и именно вот эта женщина и подтолкнет своей активностью в отношении вашего мужчины. Если вы в браке, то здесь тоже вот эта женщина подтолкнет вас либо к разводу и началу новых отношений. Если ваш брак уже закончился, да, и вы только мечтаете о том, чтобы новый мужчина вошел в вашу жизнь. Ну, это не совсем новый, да, какой-то из прошлого, ну, не обязательно с ним были какие-то отношения. Либо здесь вот эта женщина подтолкнет, то есть мужчина подтолкнет вашего мужа к более активным действиям, да, а женщина подтолкнет вас. Причем эта женщина скорее относится не к вашему мужу, а вот к этому мужчине. Но, тем не менее, она подтолкнет вас именно либо сохранить брак и улучшить отношения в браке, укрепить укрепление брака, либо уже к серьезным отношениям вот с этим мужчиной. Здесь ситуации будут разные, то есть браки даже зависят от того, какие у вас отношения в браке. То есть, если у вас в браке хорошие отношения, то имейте в виду, что, скорее всего, эта женщина вас подтолкнет именно, то есть она как бы будет активная позиция у нее именно вот к этому мужчине. Именно к тому, который появится. Вот у нее к какому мужчине активная позиция. Поэтому тогда получается именно к улучшению ваших отношений, то есть и вашего мужа подтолкнет, да, и вас подтолкнет, то есть вас как бы судьба подтолкнет друг к другу наладить отношения, укрепить отношения в семье. По миру это улучшение любых отношений благодаря женщине какой-то. Дальше, девочки, теперь работа, работа, карьера, бизнес. Появление вот этого мужчины сыграет, то есть или предложение от него будет, да, именно счастливые перемены в вашей жизни. Тут еще и женщина будет играть, женщина будет помогать. То есть возможно от мужчины будет предложение, а женщина возможно будет или начальница, или будет принимать вас на работу. И будут перемены счастливые, в итоге у вас будет работа. То есть если вы в поисках или перемены будут именно по работе неожиданной, то есть как я говорила, будет увольнение или сокращение, то вот здесь получается, что перемены, да, действительно будут перемены счастливые. Благодаря вот этому мужчине и вот этой женщине вы обретете именно стабильное место работы, где вы сможете себя реализовать, где у вас будет хорошая зарплата. Либо также могут быть перемены, повышения в должности. То есть на вашем начальнице вас заметят. Кстати, может быть даже коллега по работе вас как-то подтолкнет. Может быть двое коллег, мужчина и женщина, которые помогут вам именно достичь или получить какую-то должность, новую должность, более высокую, потому что по дозу Пентакли, конечно же, это такое улучшение финансового положения. Здесь что еще может быть? Конечно, вот по этим картам могут быть перемены связаны. Тут много карт дорожки, потому что и по Пажу, и по Рыцарю это дорожка. И по миру это дорожка. Шестерка мечета тоже дорожка. То есть дорожка куда-то, это может быть поездка, это может быть переезд, но это именно перемены к лучшему. Это именно счастливые перемены. Начало новой, более счастливой полосы вашей жизни. И причем эта полоса получается будет стабильная. Тут улучшение материального положения, повышение по карьерной лестнице, смена статуса, да, то есть это может быть брак. Уже укрепление отношений, как я уже говорила. Налаживание и укрепление отношений с вашими родственниками, друзьями, коллегами, партнерами, да, укрепление отношений с партнерами, могут быть новые партнерские связи. Кстати, вот здесь женщина идет как помощница вам для бизнеса. Имейте ввиду и мужчина, и женщина, да, то есть вот такие перемены будут к лучшему. Вот, и естественно это приведет, то есть это либо партнеры по бизнесу могут быть, либо может быть работников вы будете нанимать, либо может быть какое-то взаимодействие будет с мужчиной, потом с женщиной, да, и все это приведет к переменам в вашем бизнесе и к увеличению прибыли. То есть действительно наступает новая, более счастливая полоса в вашей жизни. Дальше, по здоровью, девочки, я тут вообще не говорила по здоровью, да, по здоровью тут что, операция, я вижу операцию, да, то есть все будет говорить. Но здесь еще Паш Мечей говорит о неверной диагностике, девочки. Вот, то есть получается, видимо, врач перед операцией скажет вам сдавать анализы, и вдруг выяснится, что у вас не совсем правильно поставлен диагноз. И здесь что, для исцеления, то есть я не вижу, что изначально идет речь об операции, переживание у вас, выбор делать, не делать, надо, не надо, да, вот, именно по поводу операции. И в итоге, либо какие-то анализы, либо диагностика покажет, что у вас какой-то другой диагноз. Или что у вас уже нет того, что было. Вот, и здесь для выздоровления вам нужно, вот, при помощи вот этой женщины, опять-таки, да, поехать за границу, дорогостоящие лечения за границей, но не операция, то есть имейте это в виду. Конечно, вы можете обратиться по поводу здоровья на личную консультацию, чтобы я подробнее рассмотрела. Но вот здесь именно такая ситуация, девочки, поэтому будьте внимательны к своему здоровью, в первую очередь. Вот, для тех, у кого нет никаких заболеваний, я тут, честно говоря, никаких заболеваний и не вижу. Единственное, что могут быть у вас переживания какие-то, из-за переживаний, конечно, могут быть какие-то симптомы разные. Но именно заболевания, тут давление единственное, я вижу, так, вот, это, наверное, единственное. Больше ничего, но это связано именно с переживаниями. Давление, кровь, собственно. Ну, последняя карта, туз Пентакли, говорит о полном выздоровлении. Так что, если, если все-таки какое-то серьезное заболевание у вас есть, имейте в виду, что вот неожиданные будут перемены, все поменяется. И вот при помощи этой женщины я вижу поездку за границу или, может быть, куда-то в другой город, скажем, в областной центр вы поедете, да, или в какую-то клинику известную. Вот, именно, потому что я вижу, именно дорогостоящее лечение, достаточно дорогостоящее, но без оперативного вмешательства. Имейте это в виду. Ну, что касается финансов, я тут, собственно, все время и рассказывала, да, про финансы, о том, что будет увеличение финансов, естественно, благодаря этим переменам. Это в итоге, вот, хотя попереживать вам тоже придется, честно говоря. Ну, и теперь, девочки, дорогие мои, карта совета, карта совета из колоды ответы ангелов. Через эту колоду я слышу именно ваших ангелов-хранителей. У вас у всех есть, у каждой есть свой ангел-хранитель. Сейчас я их слышу всех через эту колоду. Естественно, что колода, ну, так, общее мнение всех ангелов, да, вам расскажет. Естественно, что на личной консультации я могу выложить совет именно вашего ангела-хранителя. А вообще, приобретите себе такую колоду и получайте самостоятельно ответы от вашего ангела-хранителя. Вот прям не терпится, я же говорю, много-много ангелов. Ну, вот выпала, вылетела прямо вот эта карта. Я уже не буду ее убирать, потому что она прям вылетела из колоды. И это совет, который говорит, что вы готовы. И смотрите на дне колоды, дело за вами, да, то есть действуйте, как так говорит. Действуйте, действуйте, и все у вас получится. С чем я вас и поздравляю. Принимайте счастливые перемены в вашей жизни и будьте счастливы. Вам уже переходить не надо. Сейчас будет для всех карта на исполнение желаний. Сейчас соберу. Соберу ваш расклад и посмотрим. Благодарю все карты, которые сегодня помогали. Очень интересные сегодня получились расклады. И загадывайте желания. Желания загадывайте правильно. Ссылочка, да, есть внизу в описании на статью. Как любить себя любого мужчину. И там же есть правила загадывания желаний, там же на сайте. Ну, если вы перейдете на главную страницу сайта, там есть правила загадывания желаний. Если вдруг вы их еще не изучали. А также регистрируйтесь на вебинар, который пройдет 19 июня. Если вы смотрите видео позже 19 июня, то смотрите под последними видео. Естественно, вебинары буду проводить регулярно по раза в неделю. Так что регистрируйтесь, там будет подарок. Краткое значение всех арканов Таро, именно в моей интерпретации. Так, думаю, что желания все загадали. Естественно, счастливая карта на исполнение всех ваших желаний. Для всех, кто подписался или уже подписан на мой канал. И поставили лайк под этим видео. И карта говорит, что ваши желания исполнятся через год. Так что принимайте. Но, по крайней мере, исполнятся. Наверное, у вас какие-то такие крупные желания сегодня. С чем я вас, собственно, точно исполнится. Поэтому я вас поздравляю. На этом, дорогие мои девочки, желаю от всей души вам счастья, радости и удачи. Всего-всего вам самого наилучшего. С вами была Алена Ариес. До скорых встреч в новых видео. Пока-пока.